Здравствуйте, друзья, запись пошла. Я Железа Валерий Константинович. Когда я говорю, многие у меня до сих пор в лесу не знают. Вот он, я сейчас секунду покажу. Привет, это я. Может и толстая, наглая. Самая большая наглость противопоставит себе всей науке полностью. Заработал много кличек. Среди них есть удающийся гений, причем называли серьезные люди. А также вред, как севымерен, Наполеон. Сейчас я скажу. Ага, 70 лет прожил в Ума, не нажил. Так, еще. Ну, отношение к фильмам моим учебным мне неоднозначно. Большинство восторген, на это ориентируюсь. Так, а некоторая часть вызывает какие-то приступы злобы. Самое осторожное из оппонентов пишут так, примерно. Олег Константинович, пропагандируйте свою науку. Но не трожьте вы тех, кто раньше противопорожные взгляды пропагандировал. Вот. Ну, постараюсь быть осторожнее. Ладно, хотя бы в этот раз. Вот. Давайте так. Обрезка. Сейчас мы в саду. Сейчас маленький плюс, где-то плюс два. Вчера было плюс три, плюс пять. И позавчера. И снег растаял. А еще рано. Еще у нас... Сегодня вебинар. 21 марта. Да. Сегодня вебинар. Фильм вы увидите после вебинара. Этот. Нужен он или нет? Подошло время обрезки. Но буду говорить все подряд, чтобы не метаться туды-сюды. Видите? Вот это вот мажорские орехи. Их посадил шестилетний мальчик Сеня. Вот. Семья настолько богата, что когда было продано первые два саженца по 500 рублей, зимой, то есть они еще не уехали, но уже за них заплачено. Это было такое счастье, что Сеня сказал, о которой... Вы знаете, мы ему купили несколько сотен конструкторов. Начинают где-то лет с трех. Это помешательство. Это будущий гениальный... Будущий гениальный конструктор, инженер. Сегодня, пока я ехал, по радио говорили. Санкции. А у нас надо переходить на свое. А у нас инженера перестали выпускать. У нас больше нет инженеров. Те постарели, а эти не производили. Да, у нас полно продавцов техники, спецтехники, которая называется импортная. Теперь нам показали кукиш. Мы не просто отставали. Мы отставали, потому что у нас производили все, что угодно, кроме того, что надо. Вот. И получается так. Ну, давайте немножко сельское хозяйство. Здесь 5, 10, 20, 30 где-то саженцев манжурского ореха. А я столько хорошего про них рассказал. Я когда рассказывал, я залез еще и в интернет. У нее свой опыт. И орехи колол, и ел их. И выращивать научился. Вот. Но я не знал, невероятная польза их по сравнению с грецкими, которые так приятно раскалывать. Там столько мяса внутри скорлупы. Вот. Сколько. А, кухайте-то. Мяса меньше. А они-то вкуснее. Оказывается, их кушать надо ограниченно. Столько полезных веществ, что ими можно отравиться от избытка. Нет недостатка. Вот так вот. Ну, теперь давайте вернемся к нашим этим, к обрезке. Смотрите. Видите? Обрезку на этом участке, я его называю, тепловая подушка. Почему, сейчас поймете. Вот. Показывал не раз, но это обрезка. Видите? Со всех сторон окружен. Окружен, окружен. Вот. И минимум ветра. Солнечная сторона получается еще и с северной стороны закрылась. Довольно светлый металл, от которого отскакивают солнечные лучи. Вспомним школьную физику, так? Вот. И мне теперь приходится, учитывая, что в стране земли для нас нет, а здесь растет несколько уникальнейших деревьев, которых нет вообще на всей планете. Вот. Видите? Это персиковый абрикос. Вы много про персиковый абрикосы знаете, слышали? Ах, у вас соседа растет персиковый абрикос. Ах, он еще не плодоносил. Ну, когда заплодоносит... Нет, не сотни писем. Не сотни. Не такое большое количество. Нет. А тысячи писем горьких, обидных я получил. Вот. Я как паук в центре паутины. Ко мне стекается информация со всей России, Украины, Беларуси, Казахстана. Вот. Даже с Молдавии, даже с Прибалтики, с Канады. И, фух, приходится как-то на это реагировать. Итак, обрезка. Значит, так как этот абрикос, да, персиковый, да, с Украины, а он не плодоносил. У меня их несколько, я их под номерами. Вон, видите, эти самые берочки. Вот. Они под номерами. Что я делаю? Я подозреваю, что в этом году может дать несколько плодов. Я сразу превращаю в маточное дерево. Почему? Иначе не выжить. Если бы мы знали, скольким людям я помогаю, если взять в процентах от моего заработка, то я помогаю больше, чем все наши олигархи вместе взятые в процентах. Другое дело, что у меня возможности в миллион раз меньше, чем у них. И вот, получается, я начал калечить дерево, не дожидаясь именно калечить. Это обрезка. Называется обрезка маточного дерева для получения будущих черенков. Раз. Теперь. Значит, существует еще несколько видов обрезки. Обрезка при пересадке. То есть, если... Эти выращены на месте. У меня даже фотографии есть. Здесь я не могу в кине. Мне фильмы обходятся приличные деньги, потому что еще надо их смонтировать. Украсить музыкой, украсить рекламой. Вот. И в начале, и в конце я 200 рублей приплачиваю из своего кармана. Хотите, помогайте, приплатите его 100 рублей 50. Вот. Если вы считаете, что фильмы полезные. Теперь. Значит, раз эти фильмы создаются, от них должна быть максимальная польза. Поэтому я сразу про несколько видов обрезки. Вот. Кому надо будет напишить. Костянович, пришлите мне, как это на месте вырастили. Нам можете и словам поверить. Вот. В данном случае привал за столом. Вот. Тоже фотографии есть. Потом сюда переносил привитые. Я накрывал бутылками. Лучшие из лучших остались навсегда. Вот они. Причем расположил более-менее. Ну, получилось страшно густо. Это одна из причин еще сильнейшей обрезки. Вот посмотрите. Допустим. Видите? С этого, этот саженец, единственный, который у меня не привитый здесь. Как получилось? Прививка не пошла. Ну, надо было его убирать. Все равно получается густо. Видите? Метель растет уже привитый. Но я его оставил. Почему? Здесь это вам не... Смотрите. Абсолютное большинство учебных статей и фильмов говорит. Вот берем ветку горизонтальную, начинаем ее прививать. Она одна и так из 10-20. Значит, когда вот тут привьешь, она еще отстанет в росте, вот эта часть. И получится несколько жалких плодов. А не дай бог даст урожай, обломится. Вот это, почему так учат, я понять не могу. Неужели они дальше к них не ходили и ни разу не испытывали неудач? А для меня, да, непривитые абрикосы. Да, манжурские. Что мы делаем? Он уже гибридный, потому что у него папа есть. А папа у него роскошный. Ого! Видели, какие получились у Науки, у Ваулина, из моих сеянцев, манжурца, получились какие плоды? Культурные, все съедобные, сладкие. Дальше. Уже была сделана первая попытка. Видите, я привел персик. Не приняла, хотя согласитесь, что у меня умения хватает. Ладно. Но теперь я обзавелся суперсерафимом. Я обзавелся шалахом. Плоды больше 100 грамм. Я обзавелся этим самым. В общем, повторять уже не буду. А то, как сказать, расстроитесь. Ну, ладно, скажу. Я еще третьим этажом, а у меня таких деревьев там много-много, вот, привью еще королевский, академик, чтобы сделать их еще крупнее. Третий этаж, это уже прививка культурный. Но здесь, ладно, здесь он не привитый второй этаж. Тем не менее. Вот эта ветка будет привита. Так. Здесь персик не пошел, а вот здесь уже должен пойти. Почему? Гены мертвого персика, пока был живой, сюда попали. Это я вам говорю, железо. Вот это вертикально. Или это будет Петр Великий с громадными плодами, если он приживется. Вертикально, прекрасно. Вот это и есть. Не вот это дурь прививать. А вот это вот одна из основных веток. Ну, естественно, есть супер-серафим, который оказался... Это сенсация, но она не сенсация для нас, ребят. А для науки это пустое место. Потому что они даже не замахивались. Ну, это как сказать. Выпускает... Есть такой автозавод. Запорожец. Помните? На Украине есть, да? Запорожец. А, Запорожский автомобильный завод. И вдруг им говорят. Звонок. Там какой-нибудь первый секретарь, там, украинский. Или даже современный какой-нибудь там президент. Не к ночи вспомните его фамилию. Вот. Говорит. С предыдущего года выпускайте Мерседесы. А я вам говорю. Я вам сразу предлагаю Мерседесы со следующего года. То есть здесь я будет вживлен. Супер-серафим. Так. Вот. И далее, смотрите. Подходим к следующему дереву. Ну, это ладно. Это черный абрикос. Вот. Он сам по себе будет гибридным. Хорошо. Ладно. Вот это персик. Ох, а я ушел с темы обрезок. Смотрите. Я его не обрезал. Знаете почему? Да, я потеряю много денег. Не обрезая его. Да, я не стал обрезать. Но я хочу провести сенсацию. Вот. Один персик. Второй персик. Третий персик. А это что? Абрикос. Тогда я сейчас думаю, подошел к нему. Как я его обрезал? Все-таки про обрезку надо поговорить. Правильно? Как я его обрезал? Я его хорошо обрезал. Но здесь я черенки не брал на прививку. Поэтому они длиннее. Когда на прививку, я вот здесь отрезаю. Вот в этом месте. А эта уже пошла на прививку. Так. Но я этого не делаю, потому что я ему еще даю год. А почему я ему даю год? Караул, берка потерялась. Как я буду продавать, не знаю что. Очень подозрительный сорт. Похоже на академика. У академика в Писе вот такая вот расцветка обычно. Вот сейчас я вам покажу еще живых академиков. Да, кстати, да, это тоже живой. И вот получается, это было сделано для того, чтобы распушились ветки. Каждый даст 3-4 ветки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я сделал 10 обрезок. И у меня на следующий год будет 30-40 прекрасных веток. Может не академика. Дело в том, что он обязательно зацветет. Видите? Плодовые веточки. Зима была теплая. Вместо здесь тепловая подушка. Зацветет 100%. Узнаю, что это точно академик. А если нет, то что? Вот именно вот так академики выглядят. Ну правда еще и Дар Небес также имеет такую же эту. окраску к весне. Ладно. И тогда я еще, не важно мне, это уже второй этаж, а третий я выбираю самую вертикальную. Еще раз говорю. Глупости, когда возьмут вот такую ветку и начинают привать. Она одна, ее по массе она одна сотая. И что она даст? Когда вот такую привает, надо потом все ветки остальные отрезать. А я что, дурак? И вот получается, выбрал самую несущую. Вот она, центральная, проводник. Вот она. И вот здесь я ее прививаю. Вот здесь, как можно ниже. Вот. Что? Внимание. Допустим, тот же Супер Серафим. Допустим, Поздний Филипп его. Тоже 100-граммовик. Как их называет этот? Называл Царшего Небеса. Хорошее придумал им прозвище. Латинков Юрий Алексеевич, наш друг. Покойный, но все же до сих пор друг. Значит, он их называет 100-граммовиками. Значит, здесь 100-граммовик, здесь 100-граммовик. Академик 100-граммовик. Это самый королевский 100-граммовик. И пошло-поехало. А еще у меня от пиани... Ой, все, молчу, молчу. Вот. Но впереди еще есть время. Вот видите, не замазал случайно. Почему я так сделал? Вот. Отрезал верхушку. Ну, честно говоря, пришлось одну веточку персика взять на прививку с него. Потому что только сейчас позвонили. Вот. Ну, что еще про это? Ну, я уже сказал. Здесь будет три прививки. Давайте еще походим, посмотрим. А, можно теперь отвлечься уже. Вот еще один черный абрикос. Я добиваюсь, я их сажаю везде, где только могу ткнуть. Почему? У них очень маленькая урожайность. Прекрасные плоды. И действительно, и не абрикос, и не слива, и не алуча. Название черный абрикос, а он темно-бордовый. Вот. И, получается, жду чуда. Жду еще хорошей производительности от дерева. Вот. Вот это вот. Видите? Это венгерка. Вот так я их обрезаю. Почему? Венгерок у меня много. Вот. Мне нет смысла брать их и все-таки все делать матыши. Ну, почему я раз, два, три, четыре, пять, шесть отрезал веток? Потому что на бирке написано, венгерка сорочинская. А это все-таки Украина. А у меня есть еще венгерки, которые уже пожили и в России у меня. Грация. А богатырская тоже с Украины привезла. Но приходится еще страховаться. То есть, откуда я знал, откуда я знал, что зимы не будет, 32, редко пару ночей, 35. Это самая смешная зима, самая теплая в моей практике. Из 38 зим. Вот. А я как спасался иногда? Вот какое-то особое дерево. Я потерял несколько навсегда деревьев. Я не ждал, что единственное дерево возьмет, да помрет. Так бывает не обязательно от мороза. Чаще бывает от так называемой биологической несовместимости. Например, это когда-то обжегся Мичурин. Вот. У него как получалось? На привал целый сад. Послушался Гаше, своего предшественника, как бы учителя. А в морозную зиму весь сад погиб. И он тут же поставил на этом крест. И ошибся. У меня другое. У меня бывало погибали. А я с погреба достаю вот это вот. Как у меня богатырская. Так и получилось. Погреба достал. И все. Богатырская у меня есть. Поняли, да? Это тоже совет хороший. Какая-то запаса какой-то фонд. Будете привать, не будете, вы еще не знаете. Но уже в погребе должны лежать. Ну, еще пару слов. Не могу обойти. Это. А я рассказывал. Ну, два слова. Потому что это сенцы. Академика. Так. И что из них получится, я не имею понятия. Первый раз в жизни я выращиваю из культурных. Почему? Потому что из моих фаин, моя ученица, которая ведет мой сайт, серьезная девушка. Катерина, Катерина, была Кузнецова, стала, все запоминаю, запоминаю, стала, была Кузнецова до замужества. Так, Катя, замечательная девушка. Вот. Вот она выросла из моих фаин. Пусть помельче плоды, но шикарнейшая. И уже доказала, что на Урале можно из косточек получать прекрасные деревья. Да урожая у нее позади. Так. Я вдохновился. Да потом, знаете, как меня заклевали. Вы чего, Валерий Константинович? С ваших косточек-то. Вот это самое страшное обвинение, потому что слова-то были какие. Уже вас, Валерий Константинович, при свободном опылении в саду, видели, как у меня маньчжуриц растет рядом с этими, с шикарными, вот, перед вами. Я сейчас только возле него стоял. Вот. У вас при свободном опылении вырастут из косточек ваших. Цитата, цитата, которая войдет в учебники, как величайшая глупость. И величайшее невежество. Глупость, конечно. Девочки не глупые, эти выпускницы, эти мережики. Но невежество страшное, вопиющее. У вас вырастет, цитата, значит, дички и жердели, а значит, это ложь и мошенничество. Вот. Понимаете, у меня отдельная папка. Там сотни фотографий со всей страны, только из моих косточек и черенков. Представляете? Вот. И там роскошнейшие абрикосы, роскошнейшие, подчеркиваю, роскошные, которые даже из косточек превосходят то, что выращивают в научных садах. Есть тому причины, потому что там несколько моих секретов, которые наука, как-то одна из этих потом сказала. Вот. Мне не... Когда я пытался разумить, мне это не надо знать. Скажите, ученый, кандидат наук может так написать? Это мне не надо знать. И они, вы знаете, знают, сами говорили, ваши косточки тысяча рублей штука. Ну, зачем было врать людям на огромном миллионном канале? Какие это тысяча рублей штука? 20-25 рублей. Вот. Скромно. Потому что вот когда-то с этой косточкой, вот смотрите, я сказал, а вот именно вот это дерево, пусть одно, одно здесь не привито, это все привито. Персики, черные абрикосы, венгерка, вот, вся эта роскошь. Вот, а вам свободное пыление. Так. И один не привитый, вот он среди них. Он будет тоже с ними заниматься сексами, как-то, я это называю, беспорядочной полной связи. Но, если вот это, вот роскошный абрикос, рядом в метре от манчжурского, никогда на нем из косточки потом дичок не вырастет. Почему? Закрепление. Первый поколение, второй, третий, четвертый, это уже сам не знаю какой. Вот. Поняли, да? Теперь. Вот он манчжурец перед нами. Вот. Уже косточка манчжурца. Самое интересное, что с роскошного, вот этого, что, я выбирал самые крупные плоды, самые маленькие были по весу плоды, 90-100 грамм. Это и есть академики. Потом буду разбираться, что тут в Красноярске, Елена Александровна Савинич, с аспирантом и моим учеником, моей ученицей. Что-то здесь, что-то продам, что-то раздам. Так. Академик, да? И здесь же растет манчжурский абрикос. И он тоже, косточка, стоит 25 рублей. Ну, бывают скидки, но это особый разговор про скидки. Вот. Совсем другое, не сегодняшний. И получается, пройдет время, он будет давать по 10-20 в среднем вёдер. Заметьте, косточкам, ей по правду надо бы, косточке им быть, стоить 1000 рублей. Почему? Высокий процент схожести, да? Ну, допустим, 10 косточек, допустим, это 250 рублей. Ладно, 40 косточек, это 1000 рублей. Со временем выросли, 30 продал, несколько там не взошло. Остальные себе оставил, так? Допустим, несколько. И вас каждый год, если даже 10 себя ставить, у вас получится 10 умножаемых, от 100 до 200 вёдер в среднем. А вы скажете, нет? А вот материал Ваулина, его реферат, его доклад, его страница. И везде. Вот эти. Он забыл написать, что только мои пошли по-настоящему, железовские. Вот такие вот сеянцы. Вот. Я ему продавал их, они были вот такого размера, смотрите. Они выросли в тени под манжурские абрикосы. Вот такие вот. Вот такие я им выслал. 10, 20, 30, не помню. Теперь у него средняя выраженность от 28, что ли, до 40. А есть ещё и 50. Вот. И всё это культурное. Вы представляете, какие масштабы какие-то эти? Зачем, будучи представителем науки, зачем, когда у тебя звание кандидат наук, зачем, когда ты пишешь, я выпускница, темирязевки, цитирую, шикарным образованием. Зачем, чтобы унизить человека? Ведь не мне. От этого урожаев мне никуда не деться. Понимаете? Вот. Мне-то уже хуже, единственное, что-то не продам, а значит, не смогу ещё что-то испытать. Понимаете, что такое, когда 90% денег отдаёшь людям, потому что детям, старикам, на лекарства, на всё. В конце концов, ходить некоторым не в чём. Вот. Зачем? Зачем? Это я потом, некоторые иногда такие пакости, там, в комментариях, знаете, чтобы сразу раз давление поднялось. Зачем? Ну и ладно, там есть больные, которые от, больные, ну, так сказать, от природы. Ну, он родился, может, головой ударился. Бывают в природах какие-то травмы. Даже с головой бывают травмы. Я согласен. Ну уж, коли ты кандидат наук-то, помогай. Я сколько, 90-е, выпускницы, темирязевки. Их гораздо больше, чем две. Вот. Ведь с Курдёмовым же подружились же. Тоже выпускники темирязевки. Помогайте, помогайте продвигать. Я же сказал, я вам вышлю косточки любые. Тогда у меня были косточки 20 сортов. Причём, когда они бы выросли, вот как эти, я понятия не имею, что из них вырастет. Вот. У Карташова, вспомнил, Катя Карташова, мой администратор сайта, когда у неё выросли эти самые фаины, ну, не дикари же, фотографии роскошные, плоды вкуснейшие. А и здесь опять непонятно, что будет. Но поверьте, никогда, если я посадил косточку с плодов 100-120 граммов, я выбирал самые крупные здесь, да, растут плохо. Здесь глина, вот эта вот, глина, видите? Вот. И растут плохо. Потом на третий год пробивает эту глину, эти ещё не пробили. Вот. И ждём, как чудо. Но никогда со 100-граммовых абрикосов, с косточки, не получится дикари. Не дождётесь. Почему? Потому что даже чистый манчжуриц, чистый, косточка с-под него, да, всё равно плоды получаются в среднем в два раза крупнее, красивее, окрашеннее. У них культурная папа. Вот. Ну и всё-таки, чтобы закончить с помощью, что мы всё-таки говорили про обрезку. Итак, пересадка полкрона, чик, это в среднем. Лучше бы разбираться, ну хотя бы. Иначе сразу получается больное дерево. Миллион пересаженных деревьев с целой кроной. Миллион коллег. Миллиард, миллиард коллег. Когда-то это станет одним из главных законов. Понимаете? Второе. Обрезка на омоложение, пока вот здесь говорить про это рано, это лет через 15-20. Так. Это отдельный разговор. А ещё какие виды обрезки есть? Правильно. Обрезка санитарная. Здесь я вам скажу так. Лучше всего санитарную обрезку делать тоже не в крайнем случае. Вот я специально готовился, смотрите, я подошёл к этому дереву. Это персик. Обратите внимание, видите, ветка тёмного цвета, вот она. Она мёртвая. Я её отрезать не буду. Это нормальное состояние. Если её отрезать, там будет рано. Вот. Можно безобидно отрезать ещё где-то вот тут вот. Но я даже этого делать не буду. Вторая ветка мёртвая. Видите? И тоже, она мешает вам? Нет. Мне мешает? Нет. Вот. И третья. Вот эти вот самые. И не дай вам Бог, отрезая эти ветки, отрезаться под лицо с этим, где живое место уже начинается. Не дай вам Бог. Вот этот момент. И, наконец, всё, что придумано. Сделать специальный штамп. То есть до высоты. Причём, что интересно, вот 50-90, всё. Вот такой должен быть штамп. И вот получается, что вот эти ветки все надо уничтожить. Повторяю железо про штамп. Нижние скелетные ветки кормят корни. Отрезав эти ветки, вы калечите дерево навсегда. Оно всю жизнь будет калекой. И, внимание, на этом я закончу, потому что тема обрезки, она беспредельная. Я ещё раз говорю, где бы встать возле хорошего деревца. А нет, ещё про авиитативную гибридизацию. Посмотрите, персик. Место прививки, видите, надеюсь, хорошо видно. Ну, покажу пальцем. Вот место прививки. А вот эта ветка слива. Слива красно-синяя, которая была по двоям. Она дала боковую ветку. Я таких случаях не трогаю. Именно эта ветка, видите, тут жиденько, как скелетные ветки. Я их не отрезал, но жиденько. Именно эта ветка кормит корни. Она обязана оставаться навсегда. Могу немножко её угнетать, чтобы она не перевесила вот эту. Она всё-таки родная. Могу я полыну отрезать, чтобы она не взяла верх. Но в данный момент я показываю другое. Дело в том, что у меня вебинар, я там покажу вот эту фразу. Не буду сейчас про это долго говорить. Короче, влияние привоя на подвой. Что внешне я вижу? Обратите внимание. Да, слива. Я её сразу не узнал. Представляете? Ветки красного цвета. Что это такое? Разберёмся. Ну, опять, это у меня привычка всё кидаться из старой стороны. Теперь, наконец, я хочу закончить чем? Постулат. Запоминайте. Любая обрезка, любой вид обрезки. Девять видов обрезки придумала только Терязевская, Терязевская академика. Там на самом видном месте красуется жертвенное дерево, где кругом показано, где надо отрезать, отрезать, отрезать. Девять видов веток. Вот. Для меня они сошли с ума. Повторяю. Нет, не повторяю. Итак, постулат Железова. Любая обрезка, любая, которую называют осветляющая, приводит к загущению. Обязательно. Дерево не обманешь. Отрезали ветку, получили несколько этих самых волшков. Как правило, ниже. Как правило, два вида существует способа появления волшков. Две причины. Первое. Повреждение скелета. И второе. Глупость в виде обрезки. Особенно на кольцо. В обеих случаях появляются волшки. Волшки это ниже и это будущее. Продолжение следует.